В историко-культурном центре состоялся урок мужества, посвященный Московской битве в декабре 1941 года. На этой встрече учащиеся видновских школ услышали рассказы наших земляков, свидетелей тех страшных дней начала Великой Отечественной войны, когда фашистская Германия напала на Советский Союз, и когда враги вплотную приблизились к нашей столице. О том, какой ценой досталась нам победа, ребята слушали, что называется, из первых уст. Слово нашему корреспонденту Людмиле Медведевой. На экране в историко-культурном центре хроника Великой Отечественной войны. Ребята, затаив дыхание, смотрят на страшные кадры нападения фашистов. Горящие избы, плач детей. Говорит нарком иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов. Ребята внимательно слушали в записях и воспоминания наших земляков о том воскресенье июня 41-го года и ведущую «Урока мужества». Вторая половина июля 41-го года. Новый обвал потрясений. Когда история в ее вечном движении попросительно всматривалась в глаза народов и их правительств, испытывая гнетущую тревогу за завтрашний день человечества. Такие мероприятия должны проводиться намного чаще, потому что это очень важно. Считайте, это урок мужества. И в заключение хотелось бы сказать, что все должны быть очень благодарны ветеранам и должны очень хорошо знать и не забывать историю, потому что история – это часть нас. На урок мужества пришли и ветераны. Мария Панфилова – участница трудового фронта. После работы она дежурила на улицах Москвы. Вместе с другими гасила зажигательные бомбы. Когда бросают, она весь жить невозможно, такая маленькая. Ну, а гасит ее, конечно, не водой, а песком. Вот это мы все дежурили. Как ночь смеркается, если на работе, значит, мы на работе. Свободны мы не идем в общежитие, а идем в наказанное положение. Участница трудового фронта Татьяна Каплан передала в историко-культурный центр фотографии учащихся московской школы, где училась она и Зоя Космодемьянская. Учащимся она рассказала о подвиге Зои, поделилась воспоминаниями, какой была эта девушка, которая, выполняя задания партизан, была схвачена фашистами и казнена ими. Она была высокая, красивая, большие такие открытые глаза, длинные ресницы. Вот знаете, у нее необыкновенная была походка. Она и на улице, и в школе всегда ходила слегка приподнятой головой, и у нее была такая летящая походка. Я сижу рядом со своими учениками, вижу, какие у них лица. Я очень рада, что мы пришли сегодня. Конечно, в школе мы говорим всегда о войне, вспоминаем, стараемся, чтобы дети никогда не забывали об этих событиях. Но у музея, я думаю, больше возможностей. Это сами стены, которые тоже как собеседники. Это ветераны, которых, может быть, не всегда можно пригласить в школу. Это сейчас они ветераны с глубокими морщинами на лице. А тогда, когда началась война, они были молодыми. Многие прямо со школьной парты уходили на фронт. Среди них и Лариса Сайкина, связистка зенитно-артиллерийского полка. Ее воспоминания зачитала ученица девятой школы. Прежде чем соединить провод, нужно было его зачистить. Я и стала зачищать его зубами. Кусачек же не было. В это время позвонил телефон. Пошла проверка связи. И меня ударило током. Весь рот обожгел. С трудом слезла со столба. В голове шумело. Слезы текли. Я считаю, что мы, поколение 21 века, мы не можем считать себя гражданином, если мы не знаем нашей истории. Каждый человек должен знать свою историю. Я думаю, что он не гражданин, если он не знает, что было раньше. Он должен это знать. Он обязан. Долгих четыре года мы шли к победе. Сокрушительный отпор советские люди дали фашистам под Москвой. И в роду никогда не добиться, что сводилось в воде. Золотой, дядя моя, скопиться, сладкая Москва.